Продолжение следует... Здесь опиливало переход вот этой границы от искусственного материала к натуральному ногтю. Он уже зашлифован, он уже подготовлен. Если посмотреть сбоку, сейчас я что-то темное возьму, вот так, то абсолютно не видно перехода от искусственного материала к ногтю. Лишний раз пилить по натуральному ногтю не советую, потому что ногти будут тонкими, истощенными. И даже если вы будете наносить какое-то верхнее покрытие, укрепляющее, все равно они будут доставлять вам дискомфорт. На второй ручке состояние этих ногтей. На мизинце искусственный материал уже снят полностью. Два внутренних пальца, средний и безымянный, они с остатками геля, тоже будем дорабатывать их. Указательный, без искусственного материала. И на большом пальчике, точно так же, как и на этом, искусственный материал еще есть, но он стоит очень плотно, я не буду его снимать, я буду его просто сращивать. Что советую и вам. Если у вас материал стоит плотно, нет отслоений в зоне кутикулы, бывшей там, где стоял материал, если нет отслоений по свободному краю, если материал стоит плотно, я не рекомендую снимать материал. Вы просто отращивая ногти, убираете длину, и материал срастает постепенно. Таким образом, вы минимально травмируете натуральную пластину, и на тот момент, пока она отрастет на всю длину, это пройдет 4-6 месяцев, ногти у вас будут точно в таком же состоянии, как и до наращивания ногтей. Итак, мы приступим к работе. Первое, что я буду делать, я беру абразивную пленку. Абразивность здесь может быть 180 грит или 240 грит. Мягкая абразивность. И вот такими мягкими, легкими движениями я начинаю опиливать именно искусственный материал. Сейчас я немножко опилю, и покажу вам, где я работала. Щеточкой снимаю пыль. Обратите внимание, что я цепляю только искусственный материал. Здесь часть натурального ногтя я не трогаю, и вот эту часть ростковую натурального ногтя я тоже не зацепляю. Поэтому не нужно размашисто вот таким вот образом пилить аккуратно, движениями на себя. Вам так будет удобно. Захват пилки, ну вот у меня такой профессиональный захват. Если вам удобно, можете пилочку держать вот с одной стороны и работать вот такими движениями на себя. Это позволит вам контролировать нажатие пилки на ноготь, и движение будет очень мягким и очень щадящим. Итак, я обрабатываю движением на себя один ноготочек. Моя задача сейчас сравнять искусственный материал с натуральным ногтем, чтобы не было видно явного перехода. Не старайтесь снять полностью материал с натурального ногтя. Пожалейте свои ноготочки, они вам за это будут благодарны. Мы просто сравниваем искусственный материал с натуральным ногтем, то есть его остатки. И указательный. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что старайтесь захватывать только ту зону, где стоит искусственный материал, где есть его остатки. Не трогайте натуральную пластинку. Конечно, максимально, абсолютно не получится не цеплять натуральный ноготь, но максимально. Счищаем пыль и смотрим. Вот так достаточно. Обратите внимание, все зоны ростковые на натуральных ногтях, они блестят, то есть пилочкой я сюда не прикасалась. Там, где вот остатки были искусственного материала, там есть шероховатость, то есть мы их там поснимали. Зона натурального ногтя осталась тоже нетронутой, но сейчас для того, чтобы выровнять этот весь вид, чтобы они были однородные, одинаковые, я сверху пройдусь шлифовщиком. И шлифовщиком я буду задевать и натуральный ноготь тоже, для того, чтобы они стали абсолютно одинаковыми. Большой палец, в данном случае исключение, я его трогать не буду. Итак, я беру шлифовщик, вот он шлифовщик, и вот такими поперечными движениями и движениями на себя я обрабатываю каждый ноготочек. Вот здесь вот, обратите внимание, есть немножко еще видна, даже вот тактильно, если цеплять, видна граница. Я возьму пилочку и еще немножко пройдусь, чтобы убрать эту границу. Теперь ее точно нет, и шлифовщиком зашлифовываем. На левой руке всегда сложнее что-то, вернее на правой руке всегда сложнее что-то себе выполнять, но, скажем так, все посильно, все доступно, может быть чуть-чуть дольше, но ничего страшного, если вы уже решили уделить себе своим ногтям время. Итак, у нас все те же самые движения. Мы берем пилку абразивную, берем пилку абразивную, и по поверхности ноготочка на правой руке у меня меньше остатков, немножко на большом, вот здесь вот заметно переход я уберу, и немножко на среднем пальце. На всех остальных пальчиках у меня уже нет искусственного материала, он уже снялся. Вот таким вот образом, легкими движениями можно на себя, не зацепляя зону натурального ногтя. Достаточно. И большой пальчик. Для того, чтобы не цеплять натуральный ноготь, пилку нужно держать в абсолютной плоскости. Показываю сейчас, пилка должна полностью прилегать и быть параллельна ноготочку, не вот под углом, не таким, не таким, потому что будете цеплять натуральный ноготь. Положили пилку на искусственный материал, и не наклоняя, работаем либо вправо-влево, либо движениями на себя. Но касаемся при этом только искусственного материала. Это, скажем так, такой контроль ваших движений. Пилка должна лежать в абсолютной плоскости, параллельно натуральному ногтю. Пилка должна лежать в абсолютной плоскости, параллельно натуральному ногтю. Ну вот так достаточно. Опять видно, что зона натурального ногтя не тронута. Опилен только искусственный материал, и по краешку тоже мы убирали границу. Ее нету, ее не видно. Теперь мы берем шлифовщик. И шлифовщиком мы проходимся только по тем ногтям, где мы обрабатывали абразивной пилкой, чтобы снять грубые полоски. Там, где мы не работали пилкой, мы не работаем и шлифовщиком. После того, как мы придали форму на двух руках, на левой и на правой, мы берем шлифовщик и проходимся полировщиком. По всем ноготочкам, по которым мы работали пилкой и шлифовщиком. Не нужно дополнительно полировать и без того достаточно тонкие ногти. У нас две стороны зелененькая и белая. Сначала мы работаем зеленой стороной, она голубоватая и бирюзовая. А затем до зеркального блеска доводим ногти белой стороной. Либо вполне достаточно, если мы потом будем покрывать ногти лаком, либо каким-то покрытием, нам вполне достаточно обработать ногти только зеленой стороной. Мизинец у нас был не тронут. Нет, чуть-чуть тронут. Поэтому я обрабатываю полировщиком. Без фонотизма. Действительно не нужно доводить до зеркального блеска, потому что вы не акрил полируете. Нам нужно просто придать ногтям равномерную гладкую поверхность. Слегка. На правой руке не получается работать пилкой, поэтому всегда работаем рукой. Причем большим пальчиком нажимаем на пучку пальца для сопротивления. Вот таким вот образом. Если будем одним пальчиком, не получается, всегда нужно прижать для того, чтобы более эффективные были у нас движения. Мизинец чуть-чуть. Вот, в принципе, вполне достаточно для того, чтобы могли выполнить маникюр и потом совершить покрытие декоративным лаком. Либо просто оставить ногти без покрытия, нанести базу, либо закрепить, либо какое-то лечебное верхнее покрытие. И оставить ногти отрастать. Продолжение следует... Продолжение следует...